Звучил Зози. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и иметь ранний доступ к новым роликам, то подписывайтесь на мой канал Бусти. Так вы не только поддерживаете канал, но и ускоряете выход и озвучку новых роликов. Кроме того, когда мы достигнем отметки 200 подписчиков на Бусти, я смогу начать озвучку рано в BTS с первого сезона. Также у меня есть группа ВКонтакте Зози Озвучка, где я выкладываю ролики иногда раньше, чем на Ютубе. И ещё Телеграм-канал, где я пишу новости о том, какая озвучка скоро выйдет. А ещё есть канал с озвучками фанфиков по BTS и не только Вайфу в голове. Канал Строго 18+, и для тех, кто любит аудиокнижки. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Звук пришлось вырезать на Ютубе, потому что он нарушает авторские права. Посмотреть видосик со звуком можно на Бусти или в моём паблике ВКонтакте. Ссылки в описании. Эй! Я пришёл сюда из-за комментариев. Я не хотел отставать от времени, поэтому включил лайф в Инстаграме. Но я не знал, что к чему. Дело не в том, что я пошёл на пикник. В компании я работал. Я поел. Я собираюсь домой, на то написано, что это займёт 50 минут. И что там пробка, так что я собираюсь сделать это за всё это время. Так что я подумывал ненадолго заскочить куда-нибудь. Пока я не доберусь туда. Вам нравится Сурджин? Я очень много работал. Прямо сейчас это новый альбом Дэниэл Цезаря. Его новый альбом. Я просто слушаю весь альбом. Прошло некоторое время с тех пор, как он был выпущен. Если он соответствует вашим предпочтениям, попробуйте его послушать. Мне он очень нравится. Как прошёл мой день сегодня? Сейчас на... Полторы... Полторы... Недели? Около недели. Я ничего не делал. Где-то столько времени. Я просто остался дома. Я никого не встретил. И не вышел поесть. Я просто... Я просто остался дома. Такие дела. Когда я это сделал, я подумал, если я продолжу так делать, будет сложно вернуться в нужный ритм. Я нахожу себя таким жалким. У меня были такие мысли. Типа того. После того, как я вчера пошёл на проводы Хоупа, я стал решительным. И сегодня я поработал. Я... Это действительно... Я уверен, что армия тоже это чувствует. Мы работаем непрерывно некоторое время. Из-за этого... Бывает время, что я просто не хочу выходить из дома. Я просто хочу остаться дома. Я так люблю свой дом. Субтитры сделал DimaTorzok Я недавно что-то смотрел. Я забыл это название. Я забыл название. Видите мои усы? О, здорово. Мне 29 лет. Вы ведь видите это? Да. Есть ли у меня новые увлечения? Лежи неподвижно в постели. И делай всё. И делай всё. Я посмотрел полностью за глаз. Поздравляю Йонджина. Что это такое? Кто здесь Джу Бён Хо? Это ты? Да. Может, мне тоже стоит спеть в караоке, прямо как в эфире Чунгука? А, с Чунгуком. Было бы неплохо. Когда такое случается? У нас так много ностальгических песен. Вчера я видел мемберов в течение довольно долгого времени. Редактор субтитров. Корректор субтитров. А. Закрыть шторы, я до них не дотянусь. Я не могу до них добраться. Ничего не поделаешь. Сейчас тело джина, ох, оно стало очень массивным, толстым. Это круто, очень круто. Джин, как только Джин подошел, он сказал, «Эй, ты, Хён, давай потрогай. Посмотри, какие у меня здоровые мускулы». Подстригли я волосы? Нет, я еще не стригся. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Занимаясь спортом босиком. Закончив тренировку, я проверяю свои ноги, проверяю стопы. Они очень чистые. Там было очень чисто. Рекомендуемый контент Netflix? Было кое-что, что я недавно смотрел. Это было лучше, чем я думал. Я порекомендую это позже. Нет. Это не рубашка-клеень. Это... Это оторвется. Это уже... Ношеная рубашка. Ее сшил, мой близкий друг. Поэтому я ношу его, когда тренируюсь. Извините, но я не люблю конгуксу. Я говорил вам тему и ранее. Попробуйте пересмотреть позже. В ТМА я сказал вам кое-что действительно важное. Всякий раз, когда я включаю прямую трансляцию, мне часто задают такие вопросы. Юнги, выходи за меня замуж. Знаете? ТМА селфи. ТМА селфи. Эй, что там? Вы слышали о Монголии? Можете ли вы приехать в Европу? Ты знаешь что-то о Швеции? Ребята, откуда бы мне все это знать? Наша армия тоже. Вы должны придумать забавные вопросы. Давайте, ребята. Пойдешь ли ты со мной в музей? Не такие вещи. Есть и такое. Сегодня мой день рождения. Можешь поздравить меня с днем рождения? Тэ-Тэ, если увидишь это, пожалуйста, подними руку. Ребята, злу употребляйте. Прошло уже 10 лет, с тех пор, как мы дебютировали. И ничего не изменилось. Я думаю, что необходимо обновить вопросы. Нужны новые вопросы. Когда я сказал, что не буду их читать? Если бы было что-то интересное, я бы сразу это прочитал. Что такое заклинание призыва Пак Чимина? Чимина здесь даже нет. Чимин, он должен был сегодня заниматься со мной. Он не пришел. Похоже, что мой голос во вступлении к песне Пак Чимина Лайк Крэйзи. А? Что? Ребята, что вы собираетесь делать сегодня? Ребята, я только что увидел забавный комментарий. Пожалуйста, поздравьте меня с днем рождения. Имя человека, который сказал, «У меня сегодня день рождения. Я… я это помню». И он просто написал комментарий. «На днях у меня был день рождения. Почему ты не поздравил меня с днем рождения?» Получается, что день рождения был дважды. Я сдала тест на уроке математики. «Не видите, потому что я закрываю лицо?» «Голодаю ли я?» «Нет, я не голодаю. Это же ТМА. Я… В последнее время… Знаете ту штуку, которая всплывает у тебя во рту? Стоматит? У меня такое. И мне больно, когда я ем, поэтому я много не ем. Из-за этого я сел на диету. Теперь я на диете. Прибухиваю ли я в последнее время? Нет, последний раз я пел, когда был… Последний раз я пел, когда я был с Хоупом и Чингуком. И даже тогда я у Чингука пел немного. Я выпил виски и больше не пел. Вау, сегодня у меня действительно долгий лайф. Я не… Итак, когда я нахожусь в этой обстановке, я делаю это. Нет, это… Это вроде как мой секрет, так что я не могу вам рассказать. Я расскажу вам в следующий раз. В эти дни… В эти дни я смотрел выступление Кита Джаретта на Ютубе. Это был мой друг по питанию. Это весело. Сейчас я собираюсь. Почти. Скоро. Уже выключаю. Когда дойдет до 20 минут, или 30, в общем… Через 42 секунды я выключу где-то через 42 секунды. В следующий раз, когда я приду, приходите обязательно с забавными вопросами. Я на них отвечу. Лайф в день… Я должен сделать много расписаний сейчас. Ах, ты хян наигрался. Поиграйте еще немного, а затем сделайте это. Ребята, осталось 10 секунд. Ребята, я вас фиолетовлю. Я пошел. На какой минуте я заканчиваю… Пока. Если вам понравилась озвучка, обязательно оставляйте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал «Зозя Озвучка». Также у меня есть канал по озвучке фанфиков «Вайфу в голове». Если вы хотите, вы также можете поддержать мое творчество на бусте. Все ссылки вы найдете в описании к видео. До новых встреч! Пока. Пока.